Итак, чтобы понять, как рисуется эллипс, нам нужно вспомнить с вами, как рисуется прямоугольник. Когда мы рисуем прямоугольник, то мы с вами указываем следующие точки. Это точка А и точка В. Соответственно, мы у точки А указываем координаты x1, y1, и у точки В указываем координаты x2, y2. Эллипс рисуется аналогичным образом. Точно так же мы его рисуем из точки А в точку В. Таким образом, когда мы рисуем эллипс, он находится внутри нашего прямоугольника. Итак, посмотрим, как это получается в языке программирования Pascal. Подключим два стандартных модуля. Модуль CRT и модуль GraphABC. CRT помогает нам работать с текстовыми окнами. GraphABC позволяет работать с графическими процедурами языка программирования Pascal. Багин-энд наша основная программа. Внутри нее мы установим размеры нашего окна. При помощи оператора SetWindowsSides. Где укажем ширину нашего окна относительно оси x и высоту относительно оси y. Предположим, x у нас будет равен 900, y будет равен 700. Запустим. Итак, вот у нас получилось вот такое большое окно. Теперь нарисуем большой прямоугольник, чтобы было нам понятно, как работает у нас оператор эллипс. Итак, напишем оператор-ректангл. Изнутри него укажем две точки. Нашу точку А и нашу точку B. Соответственно, точка А у нас должна иметь координаты x1 и y1. Точка B, в свою очередь, тоже должна иметь координаты x2 и y2. Возьмем произвольные любые значения. Мы с вами знаем, что у нас начало координаты имеет значение 0. Конец нашего окна имеет значение 900, которое мы указали в размере нашего окна. Высота же окна равна 700. Возьмем произвольное значение точки А. Предположим, 50. По x. 50 по y. И значение точки B. Ну, предположим, если у нас вытянутый должен быть прямоугольник, то пускай он будет... Ну, 200 пускай будет. И y. Значит, чтобы у нас получился прямоугольник, наша сторона, вот эта, должна быть меньше... Предположим, вот эта сторона А, она должна быть меньше стороны B. Итак, по умолчанию, если у нас точка А имеет координаты 50 по x и 50 по y, а точка B имеет координаты по x и 200, то, соответственно, сторона B будет равняться 200 минус 50. 200 минус 50 у нас будет 150. Соответственно, длина нашей стороны B равна 150. Ну, сделаем нашу сторону А меньше в 3 раза. Сделаем 50. Соответственно, вместо y2 мы поставим 50 плюс 50 будет 100. Запустим. Итак, вот у нас получился вот такой маленький прямоугольник. Теперь мы с такими же точками, с такими же точками нарисуем эллипс. Эллипс рисуется при помощи оператора эллипс. И укажем точно такие же точки. Запустим. Вот нарисовался наш эллипс. Теперь было, чтобы нам понятно, где у нас находятся точки А и точки B. Мы в эти точки поставим окружности. Итак, значит, давайте с вами закомментируем. Ректангл это у нас прямоугольник. Эллипс это у нас эллипс. Ну, вытянутая окружность по-другому. Теперь нарисуем крок при помощи оператора Киркл. Итак, чтобы рисовать нам окружность, что нам для этого нужно сделать? Для этого нам нужно знать с вами координату X и координату Y центра нашей окружности, а также знать радиус R. В нашем случае мы рисуем наш крок, который будет играть роль точки у нас в прямоугольнике. Поэтому мы укажем координаты из нашего прямоугольника. Вот сюда мы их скопируем, вставим и зададим радиус, предположим, равный 5. Запустим. Итак, вот это наша точка А. Укажем нашу точку B. Скопируем наш оператор окружности и вставим, но только укажем уже другие координаты нашей точки. Запустим. И вот наша координата точки B. Таким образом мы с вами, с вами видим, как у нас рисуется наш эллипс. Итак, тут я закомментирую, что это круг. Чтобы нарисовать эллипс, нам нужно указать только две точки. Точку А и точку B. Получается, у нас эллипс рисуется внутри нашего прямоугольника. Итак, вот если я сейчас ректангл закомментирую, наши точки, круги уберу, запущу. Вот рисуется наш эллипс. Получается, вот работает только этот оператор. Итак, а если же мы с вами хотим внутрь нашего эллипса поместить текст, как это сделать? За это отвечает оператор TextOout. Как он работает? В процедуру TextOout, в графическую процедуру TextOout, которая находится внутри нашего модуля, нужно передать два параметра. Это координату X, координату Y и непосредственно строка. То есть, содержание какой-то текста. Любой текст. Координаты X и Y. Что это за координаты? Это координаты, куда мы устанавливаем курсор. В нашем случае, когда мы будем устанавливать курсор, мы должны учитывать не только точку, в которой мы хотим написать текст, но еще и должны учитывать такой параметр, как высота нашего курсора, а именно шрифт. Смотрите. Если у нас ректангл равен 50 по Y и стам по Y второму здесь у нас 100, то, соответственно, наша сторона А, как мы ранее высчитали, равна 50, потому что 100 минус 50. Если мы хотим поставить курсор куда-то сюда, в центр, то мы математически можем взять 50 разделить напополам, получится 25. И тогда мы знаем, что центр здесь равен 75. Но если мы укажем сюда 75 в координате Y 75, то у нас укажется вот эта точка, а курсор у нас появится вот здесь. Можно проверить, кстати. Ну и, соответственно, по X мы тоже должны указать какую-то координату. Но если у нас X равен 50, давайте поставим 60. То есть в 10 пикселей добавим. Запустим. Итак, мы видим, вот наша строка появилась. Как раз на том же уровне, который я показывал. поэтому мы с вами должны, учитывая высоту нашего курсора, приподнять. Давайте приподнимем на 10 пикселей. Высчем. И 75, и 10, плюс 65. Запустим. Итак, вот наша строка. Появилась. Ну и, соответственно, если мы хотим, чтобы она у нас была по центру, то мы точно так же должны учитывать размеры нашего эллипса. Ну, значит, начало нашего эллипса начинается с точки по X 50, заканчивается двухстами. Ровно середина, это будет у нас 50, плюс 75. Откуда взялось число 75? Потому что начало 50, конец 200. 200, вычесть 50, будет 150. Вот у нас центр. 150. То есть, у нас 150 всего длина нашей стороны B. Ну и, соответственно, если мы хотим найти центр, то мы 150 должны разделить на пополам. Это у нас будет 75. А 75 плюс 50 у нас получится 125. Ну, соответственно, если мы хотим указать X 125, то у нас будет текст не совсем по центру. Потому что мы начинаем текст именно указом координаты нашего курсора. Поэтому мы должны чуть левее добавить. Ну, предположим, давайте высчитаем 25 пикселей. Так вот, у нас находится наш текст ровно по центру. Ну и еще для красоты давайте укажем, посмотрим, где у нас находилась вот эта наша точка 165. Тоже при помощи этого оператора Киркл. И укажем вот эти точки. Запустим. Итак, вот она наша точка 165. На этом все. сантиметра. И вот она Продолжение следует...